Ну и следующий наш материал о том, как животные встречают Новый год. Накануне Нового года все мы закупаемся не только продуктами, но и, как известно, праздничной атрибутикой. И среди них есть салюты. Для жителей стало уже традицией запускать праздничные огни, когда пробьют куранты. Но есть у этой радости и другая сторона. От внезапного шума петард страдают домашние животные. Азиза Закумбаева расскажет подробнее. Собака породы американская акита – останчанки Ольги Бапиевой, с детства привыкшая к различным звукам. Все потому, что хозяйка позаботилась заранее об этом. В целом у женщины шесть собак, и всех их Ольга водит на дрессировку, где как раз и вырабатывают иммунитет железной психики у животного. Четыре собаки у меня – американская акита, вот такие вот красавцы, и две – сибаину. Содержание, воспитание собак – это, конечно, нелегкий труд. Мы обучаем их этому специально, приучаем к резким звукам, движениям. Они все приучены, не боятся, не пугаются. То есть взрыв петард, выстрелов, шумных. Вот я говорю, даже сейчас с ним шла автобус, как он воздушкой посигналил, он не реагирует. Для домашних животных шум фейерверков – большой стресс, считают ветеринары. Все они страдают по-разному. Услышав взрывы салютов, к примеру, собаки поджимают хвосты, прячутся в укромные места, скулят, убегают далеко, попадают под колеса машин. Бывают и случаи травмирования. От петард любопытные животные получают ожоги, переломы, а могут и проявить агрессию. Они очень без остановки сильно лают, проявляют агрессию, так как они же не понимают, что это праздник. Бывают такие ситуации, когда люди нецелевостремленно направляют петарды не в ту сторону, и оттуда выскакивает собака. В таком случае, да, они страдают от этого, конечно, и появляются вот именно ожоги. Сидеть. Что там? Пакетик. Молодец. Хорошо. Вот так хендлеры рекомендуют хозяевам своих питомцев приучать к различным шумам. Можно также использовать кастрюлю с поварёшкой, имитировать стуки. А перед празднованием Нового года следует хорошо подготовиться. Если животное очень чувствительное, можно его на время взрыва салютов оставить в изолированной от шума комнате и на всякий случай дать вкусняшек. На прогулке же с собакой следует проверить заранее карабины и поводок. Эти четвероногие на самом деле очень восприимчивы к резким звукам. Если домашнее животное не приучить, к примеру, к хлопкам, оно рискует получить невротическое расстройство. И уже тогда потребуется помощь профессионала, чтобы вывести из стрессового состояния животное. Мы их приучаем путём шариков, путём громких звуков. Мы включаем музыку в зале для того, чтобы они привыкали к этому, ко всему. В дальнейшем мы приучаем уже на бомбочки. То есть где-то взрываем вдалеке, прям вдалеке, чтобы собака понимала этот звук. Потом это всё ближе, ближе, ближе и собака приучается. Проявить особое внимание рекомендуют и к тем животным, которые обитают в сельской местности. К примеру, коровы от испуга могут потерять молоко. Поэтому домашнюю скотину следует изолировать от праздничного шума. Ну и, как предупреждают полицейские, самим быть осторожными. Напоминаю, в очередной раз необходимо стрелять пиротехнические изделия, специально отведённых для этого местах. А за нарушение предусмотрен штраф.